Приветствую вас, а я Евгений, давайте разберем ваш вопрос, ваш текст, точнее, ну, вы вопрос не задаете, вот, вы, по сути, просто описываете ситуацию, что вы женаты, у вас есть дети, вот, она вы, довольно давно, 19 лет, вот, значит, соответственно, двое мальчиков, вот, а в молодости, пишите вы, 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 вы любили женщину, другую женщину, собственно говоря, случайно, встретив ее, вы вновь почувствовали к ней, к ней чувства, вновь почувствовали, к ней увеличение, да, получается, по сути, делом, и, ну, значит, хотите быть с ней, увы, но вот, до конца у вас не получается разобраться в себе чего вы хотите и, собственно, в этом вы и обращаетесь, я так понимаю, к нам, для того, чтобы мы помогли вам понять, что вам происходит происходит ну чтобы ответить на этот вопрос в полной мере на мой взгляд нужно нужно несколько несколько важных моментов учитывать первое это, конечно контекст контекст вашего взаимодействия с супругой то есть что вас объединяет с ней что что обсуждает что обсуждает между вами и ее вы писали о том что познакомились с ней это безусловно здорово но интересует меня немножко дуться в руку а именно что вас связано с связывает именно связывает друг с другом это куда более важный момент не менее важным моментом является то что вас связывает с другой девушкой что другая девушка вам дает ну или может дать что другая вы вот говорите что чувствует себя снова молодым если это самое главное и единственное что дает вам девушка ощущение себя молодым то надо сказать что у нас есть проблемы получается что вы некий кризис свой например возраст например возрастной кризис пытаетесь решить через вот человека ну надо сказать что совершенно очевидно что хорошего в этом нет ничего таким образом важно понимать что вы хотите именно для себя в этой ситуации а что вы хотите именно другого человека в данном случае как вы понимаете и я надеюсь что речь идет про вашу жену и возлюбленную жену и возлюбленного конечно ситуация такова что вы не завершили, вероятно, свои отношения с девушкой, в которую вы влюбились и осталось что-то незаконченное, но, скорее всего, проблема в том, как вы себя ощущаете, проблема в том, что вы хотите почувствовать себя молодым, вам этого не хватает, не хватает импульса какого-то порыва, может быть, не хватает какой-то живости, может быть, не хватает всего- тут нужно смотреть и смотреть очень-очень внимательно на то, как развиваются ваши отношения, как они развивались, точнее, с вашей женой и с девушкой. Если вам на сайте на самом деле не хватает какого-то, что называется, азорта, если вам не хватает, каких-то эмоций, если вам не хватает, чего-то такого, да, то это проблема ваша, чисто ваша, и решать ее не вам. При этом не менее, не менее важно, чтобы вы, не корили, не корили себя, чтобы вы не относились к себе с негативом, из-за того, что вам хочется. То, что хочется, это нормально. Вопрос? Конечно, конечно, заключается в том, немножко, как вы реализовываете то, что вам, ну, вот если реализация происходит, с трудом, если реализация происходит достаточно болезненно для вас, то вот это может быть проблема. Если вы склонны, например, себя обвинять в чем-то, склонны себя винить, склонны что-то себе запрещать, склонны себя ограничивать в чем-то, то вот это уже готовые мотивы для того, чтобы чувствовать себя нереализованным. И конечно, когда появился даже человек, в котором вы когда-то чувствовали себя хорошо, в котором вы когда-то чувствовали себя по-другому, чувствовали себя иначе, конечно, вам не хотелось это вернуть. Это всего лишь означает, что вы не позволяет себе быть настоящим. Почему? Так. Это очень хороший, на мой взгляд, вопрос. Я надеюсь, что для себя вы его разберете, потому что момент крайне важен. Ну, наконец, последнее, что можно сказать, то то, что вполне возможно, что вам эта ситуация для чего-то нужна. Возможно, что есть некий страх, 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 ответственности, есть некий страх перед тем, что на вас слишком много лежит. Есть страх, что вы сами не сможете быть ребенком, если вам этого хочется, а вам скорее всего этого хочется. И вообще говоря, это, ну, в вашем случае нормальное желание, если вы там, к примеру, не доиграли, если вы, к примеру, до сих пор, там, хотите что-то вот, ну, в том числе, если вы хотите. Если вас интересует развлечение, если вас интересует какая-то вот, какая-то такая вот больше импульсивность, потому что в семье все действительно построено на ответственность, это не, ну, далеко не каждого человека может подобное устроить, к сожалению. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вы, что вам хочется от этого немножечко отстраниться. Ну, важно, это делать просто суммом, да, чтобы действительно не страдали окружающие вас люди и дети в том числе. Я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана, потому что вы в нем находитесь. Это первое. И второй момент. Меня насторожило вот то, что вы сказали про прошлую девушку, которой влюбилась, что она была несколько раз замужем, вот, и что она хоть и развивается, я так понял, задолго до нашей, до ваших встреч, но все же вас это беспокоит. Беспокоит то, что у него твой детей, вот, вы, ну, по факту, да, прямым текстом, пишете, что пишете, что вас это пугало. С одной стороны, хорошо, что вы пишете это, но с другой стороны, хотелось бы, конечно, понять, чем вас это пугало. Почему вас это пугало? Что в этом такого, что она была замужем и была замужем несколько раз, и что у нее несколько детей, трое детей, вот. Я не очень понимаю, что вас здесь пугало. Вот. У нас было бы неплохо в этом разобраться бы. вот. Может быть, вы ревнуете, вот, а может быть, и боитесь ответственности некоторой, вот, возможно, вот. Ну, вас это пугало. Так что, обратите внимание на свои чувства, постарайтесь, постарайтесь за ними проследить, за своими чувствами, да, за своими переживаниями, постарайтесь проследить. И, соответственно, изучите троугольник карт. Когда вы все это сделаете, можете уже за накопленной информацией, обратиться к любому выбранному вами специалисту и поработать со специалистом над этой проблемой. Нормально пригласить вашу жену на консультацию или девушку, которой сейчас вы питаете нежные чувства. Это уже решать исключительно вам. Ну, на этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.